Всем привет! В Бравле часто появляются всякие интересные акции в магазине и потом через несколько дней исчезают. Чтобы не пропустить их, вы всегда их можете приобрести на Плейрук. Это очень надёжный и удобный способ доната в Бравл через официальный магазин. На Плейрук уже более 200 тысяч отзывов. Им пользуются, ну, наверное, все люди в России. Оплатить товар здесь можно очень просто через карточку или киви, далее вводите свой суперселл-ид и связывайтесь с продавцом. Ну и всё, буквально через 5 минут этот товар будет у вас в игре. И таким образом вы можете приобрести вообще всё, что угодно. Кстати, здесь цены на гемы дешевле даже, чем в самом Бравле, поэтому здесь их можно взять с очень хорошей скидкой. Ссылку на Плейрук я, конечно же, оставлю в описании. Я думаю, вы уже поняли по названию видео, что у меня сегодня будет. Я вам хочу показать топ-7 пранков над вашим другом. Но они будут, знаете, такого среднего уровня, то есть не очень жёсткие, чтобы он не обиделся, но и в то же время весёлые. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, там всё такое, и начинаем. Начнём мы с такого самого безобидного пранка. Для этого вам понадобится спраут и подходящая карта в футболе. Предложите вашему другу сыграть в футбол, взять какого-нибудь танка, и рано или поздно наступит такой момент, когда он отойдёт похилиться. Так вот, как только будет подходящий момент, просто закройте его стенкой, чтобы он остался в ловушке. А потом, когда ульта будет пропадать, можно ещё раз использовать гаджет, ульту, чтобы ваш друг остался там навечно. Но самое главное, не переборщите, потому что если вы сольёте катку, и друг поймёт, что вы специально ему руините игру, то всё будет совсем иначе, то есть он может даже на вас обидеться. Поэтому делайте это очень аккуратно. Далее можно показать вашему другу один интересный фокус. Скажите, чтобы он взял Джина, и его задача, типа, угадать, в какой куст прячется Динамайт, и притянуть его с первой попытки. Но на самом деле всё будет совсем иначе. Договоритесь с вашими другими друзьями, чтобы они взяли Шелли, и поучаствовали в этом видосе. Так вот, все Шелли сейчас встали по кустам, но ваш друг Мастер Икс этого не знает. То есть, ну там плохо было понятно, что за персонажи, потому что все были под щитом в начале катки. И он никогда в жизни не догадается, что здесь есть какой-то подвох. Дайте ему смайлик, чтобы он начинал угадывать, и вот он начинает искать Динамайка. Но смотрите, что сейчас будет. Ну что, где же Динамайк, Мастер Икс? Как же ты думаешь? Нет, к сожалению, он не угадал. Потому что во всех кустах были Шелли с ультой. Прикольно? Прикольно. Далее идёт мой самый любимый пранк. Для этого вам понадобится карта Штольня, и вы должны взять Брока обязательно с этим гаджетом на прыжок. Вы вначале осторожно играете, то есть не сливаетесь. И потом, когда ваш тиммейт умер, идёте в левую нижнюю часть карты. Вот сюда вот. Далее, смотрите, что нужно сделать. Нужно кинуть ульту и сразу же использовать гаджет. То есть вот так вот, чтобы сделать дырку. Но не всегда получается в неё сразу залететь, но со второго гаджета это очень легко сделать. И ваш тиммейт появляется именно здесь, в этой дырке. Ну а вы потом можете спокойно вылететь, и просто стоять около вашего тиммейта, который оказывается в ловушке. И всё, ему всю игру придётся там стоять. Ну если у него, конечно же, там нет ульты на Динамайке там, ну вы специально должны предложить ему персонажа, у которого ульта, которая не разрушает стенку. Ну может, конечно, произойти такой трэш, да, когда его кто-то другой освободит, или вот как сейчас, что-то непонятное происходит, вообще очень непонятное. Но всё равно пранк очень прикольный, ваш тиммейт будет тут всю игру, пока не подойдёт туман. А это вообще очень прикольно, когда просто туман будет его убивать. Вы можете стоять рядом и плакать. Но это, наверное, уж слишком жестоко, да. Следующий прикол можно сделать, если ваш друг считает себя, ну, таким хорошим игроком. То есть если у него, ну, относительно много кубков, да, так вот, что вы делаете? Вы приглашаете в комнату какого-то нуба, это может быть даже твинг, у которого намного слабее профиль, чем у вашего друга, и предлагаете ему задуэлиться с ним один на один. А ваш друг, скорее всего, согласится, потому что он подумает, да, я сейчас на изи вынесу этого нуба, но смотрите, что сейчас будет. Разумеется, этот человек должен играть намного выше своих кубков, и даже лучше вашего друга, чтобы пранк получился. Потому что представьте себе, как удивится ваш друг, если какой-то новичок вдруг неожиданно его выносит. Ну, давайте сейчас посмотрим, что получится. Сможет ли Мяшняш перебить Мастера Икс? Так, напоминаю, что Мяшняш намного слабее. Это 30 тысяч против 50 тысяч кубков. Ну, казалось бы, шансов ноль, да? Так, нормально, Мяшняш отстреливается. Так, кстати, почти, ой, промахивается гаджетом, но все равно добивает. Вот это да, красава, Мяшняш. Отлично отыграл свою роль. Так, все, я думаю, что Мастер Икс просто в шоке. Был бы, если бы не знал, кто такой Мяшняш. Следующий пранк очень сложный, но в то же время очень жесткий. И для него вам понадобится колет. Смотрите, ваш тиммейт сливается, вы ждете ровно до 3 секунд. На 3 секундах вы заходите в туман и ультуете, так, чтобы ваш тиммейт появился как можно дальше. И прикол в том, что если он играет на каком-то слабом пирсе, типа Спайк Би, то он просто не добежит до безопасной зоны. Зоны, точнее. То есть он просто сольется в тумане. Блин, это очень прикольно, но это очень сложно сделать. Я пытался на Деррили, но там немножко не хватало. То есть все-таки лучше это делать на колет. В реальном бою у меня всего это получалось сделать всего один раз, но тогда, если честно, тиммейт немножко залагал. То есть он сам немножко завис тумане, и поэтому слился. Сделать это очень и очень тяжело. Следующий пранк выполняется на Гейли, на Штольне. Смотрите, что вы делаете. Вам нужно посоветовать взять вашему тиммейту, ну, какого-нибудь Динамайка, Тика, то есть персонажа, который не сможет выжить в кустах. Вы подходите вот к этому месту и ставите гаджет, трамплин, и ваш тиммейт должен улететь в кусты. Но самое главное, вот сами не улетите, как у меня сейчас получилось. Иначе вы можете слиться вместе с ним и заруинить ему катку. Ну, то есть вы поняли, прикол, нужно как-то подставить вашего тиммейта под трамплин. Можно это сделать, в принципе, когда он возрождается, но это очень тяжело, особенно, когда вот вам мешает вот такой вот челик, да, на шеле, который непонятно зачем бегает рядом со мной. Вот я не понимаю, что это за человек. Вот зачем? Зачем? Зачем он бегает рядом и руинит мне весь момент? Короче, ставите трамплин, ваш тиммейт улетает и умирает. То есть вот такой вот пранк. Далее можно сделать еще один прикол с помощью Грейла и его другого гаджета. Вы должны подойти к какой-то стенке, и потом на вас должен залететь либо Бас, либо Мортис. И вы вставите гаджет, и можно так его отправить к вашему тиммейту. Такое можно сделать и на Штолли, но там намного сложнее, потому что там стенка в два блока. То есть надо там, чтобы враг уж совсем близко подошел, да? Все-таки проще это сделать вот на этой карте, которая называется Озеро Мертвецов. То есть тоже так можно прикольнуться над вашим тиммейтом, отправить к нему, например, ну Баса, Мортиса, или, возможно, даже Шелли с ультой, если прям повезет. Ну а на этом все. Пишите, какой пранк вам понравился больше всего. Кстати, хочу вам еще кое-что рассказать. У меня тут случилась одна неприятность. В общем, у меня накрылась прога, в которой я всегда монтировал свои ролики. То есть мне пришлось скачать другую, а в ней очень неудобно это делать, просто ужас. И поэтому, возможно, в этом видосе что-то будет неровно там, что-то может, ну, быть криво. Как бы извиняюсь за это. В следующем видосе уже такого не будет, я со всем разберусь. Ну что ж, на этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи! И пока!